МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перекопских полицейских обвиняют в получении взятки. В случае подтверждения вины сотрудников полиции, они будут привлечены к установленной законам ответственности. Три предприимчивых опера собирались заработать на работяге, сливавшем бензин из цистерны. Спартаковец станет взлетной площадкой. В субботу с 6 вечера над стадионом завистит огромный и красочный воздушный шар канала «360 Ярославль». Прокатиться на нем смогут победители викторины. А в воскресенье долген день. Только помолите, чтобы дал Господь погоду, как сегодня, сейчас. Ожидается, что на праздник съедутся более пяти тысяч верующих. Две недели после пожара в прямом смысле без крыши над головой живут погорельцы дома на Андропова-7. Ее ликвидировал огонь. Несколько дней назад людей затопило в доме нет света. Наш корреспондент Яна Нахромова с подробностями. Погорельцы с Андропова-7 живут, как на вокзале. Они абсолютно не согласны с поговоркой, что лучше два пожара, чем один переезд. Порядок навести в квартирах невозможно. Прошедшие дожди повредили потолки, стены, мебель. Тазики и ведра люди упирать не торопятся. Вдруг снова ливень. Керамзит, он впитывает эту воду, и потом постепенно она проходит. И через швы, сначала через швы начинает течь, а потом уже в любом месте плиты капает. Можно сказать, что и не было света. Его удали, буквально сразу отключили. Ну, холодильников, да, у нас нет. Соответственно, покупаем на один день всю еду. Вот. И холод, болеем из-за того, что влажность постоянная. Крупный пожар, произошедший поздно вечером 4 августа, положил начало мучениям жильцов. Бетонные плиты не позволили огню пойти в квартиры людей. Но крыша сгорела полностью. Сейчас ее закрыли пленкой, но это мало спасает от протечек. По словам жильцов, помогает лишь в первые 10 минут дождя. Потом начинает капать с потолка. Как это можно назвать жизнь, если убегает с одного места на другое. Тут начнет капать. Туда. Там начнет капать. Сюда. В день пожара у Юрия Филипповича случилась еще одна трагедия. Умерла жена. Он остался один. И, конечно, очень переживают потерю родного человека, с которым был вместе 30 лет. Это все наживное. А вот тот, что человек умер, самое страшное для меня. Веселое было, хорошее. Заботливое. Ой, ребята, у меня слов нет, понимаете. Она работала зубным техником на НПЗ. Всеми уважаемая, была уважаемая всеми подругами и друзьями. И у друзей у нас было много. Всех любили ее. А на крыше сегодня появились слесарь-ремонтники. Они осматривали систему отопления, разводка которой проходит сверху. Много работы? Много, так сказать. Все отопление переваривает. Капитальный ремонт системы отопления в доме обещают сделать к началу отопительного сезона. Трубы придется закрывать в кожухе, чтобы не лопнули в случае мороза. Параллельно обещают провести капремонт крыши. Идет работа с подготовкой проектно-сметной документации на полный капитальный ремонт кровли данного дома. Потому что восстанавливать ее смысла уже нет, она сгорела полностью. Поэтому в самое ближайшее время мы рассчитываем, что эта смета будет готова. И через региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов будет проведена конкурсная процедура, и в дом будет кровля восстановлена. В свою очередь в фонде компремонта обещают все сделать максимально оперативно. Крыша на самом деле небольшая, где-то порядка 250-300 метров. Единственное затруднение вызывает то, что необходимо сдемонтировать все, что там есть, снять утеплитель, поскольку он уже является непригодным. Я думаю, что в течение месяца работы могут быть выполнены. Я думаю, что в конце сентября, в начале октября мы этот дом уже сдадим. Так что пока жителям остается ждать. Из четырех квартир второго этажа постоянно проживают в двух. В третьей идет ремонт. В четвертой люди снимали жилье, после пожара они съехали. Возможно, понадобится другое временное жилье и для постоянных обитателей дома. В администрации района заверяют, что готовы его предоставить. Но пока к ним никто не обращался. Яна Хромова, Василий Мосин. В интернете появилось видео, как не задалась поездка у пассажиров, следовавших на сороковой маршрутке из резинотехники. Все испортил пьяный ярославец, который устроил драку с кондуктором и выбил окно. Кончилось тем, что водитель попросил пассажиров покинуть автобус, однако выходить захотели не все. Троих перекопских полицейских обвиняют в получении взятки. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Согласно его материалам, сотрудники отдела Красноперекопский задержали мужчину, который сливал топливо из автоцистерны. Тот предложил взятку в 100 тысяч рублей. За это служители закона пообещали не возбуждать уголовное дело. Тем временем воришка обратился в управление Федеральной службы безопасности, где заявил о вымогательстве и под контролем работников ведомства передал сумму. По данному факту руководством ОМВД России по Ярославской области назначено проведение служебной проверки. В случае подтверждения вины сотрудников полиции, они будут привлечены к установленной законам ответственности и уволены из органов внутренних дел. 17,5 лет строгого режима за жестокую расправу в областном суде. Сегодня огласили приговор 44-летнему Рустаму Алимову. Он признан виновным в убийстве двоих человек. Трагедия произошла в частном секторе Заволжского района во время распития. Позже расчлененные тела убитых нашли у бывшего мукомольного завода. В Ярославле прошел рейд по борьбе с незаконной торговлей. На этот раз проверяющие, а это сотрудники мэрии, район администрации и полиции инспектировали территорию вблизи углического рынка. Мои коллеги наблюдали за тем, чем закончился рейд. После того, как на нее был составлен протокол об административном правонарушении, Валентина расстроилась до слез. Она только что пришла на рынок с корзиной белых грибов. Говорит, с 4 утра их сама собирала в лесу и привезла издалека с Некрасовского района. Еще и продать толком ничего не успела. А теперь ей грозит штраф в 500 рублей. А если я вот с леса привезла товар, то что? Вы можете торговать, но в установленном месте. Хорошо, мы встали бы в рынке торговать, но там мест нету. Там есть места. Другой вопрос, что вы туда не идете. Среди торгующих немало пожилых людей, которые продают то, что выросло на дачных участках. Лето выдало жарким и урожай у многих отменный. Излишки несут на рынок. Пенсионеры говорят, что небольшие вырученные средства помогают им хоть как-то прожить. А если заплатить местовые, то и прибыли никакой не останется. Я вот приехала в 10 часов, часть продала. Ну и как жить дальше? Пенсию надо побольше людям давать. Мы отработали по 45 лет, а ничего это самое. Проголы живем, нищие. Жители окрестных домов не возражают против стихийных прилавков. Здесь всегда можно перехватить пучок свежей зелени, овощей и фрукты к столу. Только положительно, потому что мы здесь все время покупаем все. У нас вот, например, мы продали дачу, я здесь только и покупаю. А там их надо гнать оттуда. Вот именно тряпками завалили весь рынок. Негде даже торговать. Рынок – это особый мир, проникнутый острой конкуренцией. Быстрее всех сориентировались в ситуации и почувствовали приближающуюся проверку самые опытные. Они сразу принялись быстро прятать товар. Эти стремительно убегающие женщины с коробками еще пять минут назад продавали творог. На рынке недоброжелатели рассказали, что этот творог покупают в сетевом магазине, а потом выдают за деревенский. Но сами торгующие это отрицают. Жаркая погода их тоже не смущает. Говорят, что творог-то кислый у вас перепродаете из высшего уровня. А, это и говорит арамис. Это и льет на нас арамис. Видите, мы стоим, мы на солнце не выходим. Вот здесь тень, холодно. И люди сюда только бегут. Если я туда уйду, вон туда, я 17 лет здесь торгую. Такие рейды по борьбе с несанкционированной торговлей районная администрация проводит еженедельно. С начала этого года уже составлено около тысячи протоколов о допущенных нарушениях. Те, кто попали спервы, отделываются предупреждениями. На злостных нарушителей накладывают штрафы. При повторных размер штрафа возрастает кратно. В Ярославле завершается работа по подготовке к зиме. Большинство тепловых сетей прошло промывку и опрессовку. По данным мэрии, этим летом дефектов выявлено на 10% меньше, чем годом ранее. Большинство обнаруженных повреждений устранено. В домах, которые обслуживают ТСЖ и ЖСК, процесс идет несколько медленнее. Там промыты и опрессованы около 70% сетей. К 15 сентября все многоквартирные дома, а их в городе насчитывается 4350, должны завершить подготовку к новому отопительному сезону. Старый асфальт снят. Начинается укладка нового. В субботу с половины девятого утра на улице Дачной со стороны школы 50 подрядчик выходит на работы. Он начинает с центральных полос и смещается к краям. Всего требуется уложить четыре полосы протяженностью почти 900 метров. Сколько на это уйдет времени, пока не ясно. Завтра обещают заасфальтировать тротуар. Власти Ярославля просят жителей по возможности воздержаться от проезда по Дачной. С завтрашнего дня на улице Дачной мы переходим к асфальтированию. Поэтому будет затруднено движение. И хочется обратиться к жителям города, чтобы они это учитывали и выбирали другие маршруты, чтобы долго не стоять в пробке. Можно проехать через Тверицкую набережную, можно через Новый мост, по Пьяной дороге, через Шевелюху подойти к Октябрьскому мосту. Все выходные будем работать. В будние дни постараемся асфальтирование проводить в вечернее и ночное время. В Ярославле выполнены работы. На более чем половине объектов по региональной программе обустроим область к юбилею. Всего их 281, не считая ямочного ремонта. В мэрии рассмотрели промежуточные итоги. Из 35 проездов к сдаче готовы 19. Малые архитектурные формы установлены в полусотни дворах из 90 намеченных. Комплексно отремонтировано 19 дворов из 38 и из объектов ямочного ремонта готовы 64 из 100. Каждый объект рассматривается как под микроскопом, то есть приносятся даже фотографии каждого объекта, в каком он состоянии на сегодняшний день, как там идет работа. Отрадно, что в принципе мы выходим на финишную прямую. Часть объектов уже завершена и, наверное, вы видите, уже происходит их сдача, эксплуатацию, сдача жителям этого двора. Ярославль встречал иностранных гостей в город. С официальным визитом приехала делегация «Общество дружбы» из городов Побратимов, Ханау и Касселя. Главная тема – деятельность объединений в рамках русско-германского партнерства. Кроме того, рассмотрен план совместных программ Ярославля и Ханау на следующий год. Со своей стороны могу отметить, что динамика отношений не снижается, наоборот, нарастает. Только в этом году мы провели очень много совместных крупных мероприятий. Наиболее важные из них – это вот дни Германии в Ярославле, которые прошли в апреле текущего года. Представители «Общество дружбы» рассказали о результатах 25-летней деятельности организации, а завершилась встреча по традиции обменом памятными подарками. «Мы хотим содействовать обменам между гражданами наших городов, такие как визиты общественности, чтобы также осуществлялись как прямые контакты, так и другие обмены». Гастрономический туризм – только на первый взгляд несерьезная тема. В этом уверены участники открывшегося международного форума «Путешествие за вкусом». На встречу прибыли представительные эксперты, шеф-повара-чиновники. Подписано два соглашения о сотрудничестве в области туризма. Именно Ярославль стал отправной точкой серии форумов, так или иначе посвященных еде. «Тридцать три пингвина» приглашает провести время со вкусом. «Пятьдесят видов натурального мороженого и коктейлей. Тридцать три пингвина. Вкусно там, где нас любят». Через кухню к истории, культуре и самобытности той территории, где в данный момент находится путешественник. Но турист должен понимать, куда и зачем, собственно, он едет. В этом полностью уверен чрезвычайный посол Республики Перу Карлос Миндиола. «У перуанского государства есть своя особая отдельная политика, программа по развитию гастрономического туризма, что также параллельно помогает и развитию других политических направлений. Мне нравится русская кухня. Я попробовал кухню Сибири, Казани. Так, например, борщ мне очень нравится. Я его тоже попробовал. И сегодня, надеюсь, попробую новые блюда». Новое, безусловно, надо развивать и культивировать. Но необходимо вспоминать и реставрировать старинные рецепты, восстанавливать по крупицам именно русскую кухню. «Само понятие российская кухня очень часто путается с понятием русская кухня. Нам хотя бы вот с этим бы разобраться. И сейчас мы очень стараемся поддержать тех энтузиастов, которые пытаются восстанавливать старинные рецепты, старинные традиции, обычаи. Потому что если у тебя нет истории, значит у тебя нет будущего». Задачи ставятся более чем амбициозные, поскольку тема гастрономического туризма затрагивает многие сферы российской экономики. Их придется также подтягивать, чтобы получить в конечном итоге привлекательный для туриста продукт. Буквально в первый час форума было подписано сразу два соглашения о сотрудничестве в области туризма. С Международным энногострономическим центром и Национальной ассоциацией хранителей гастрономического наследия и туризма «Очаг». Путешествие за вкусом началось. Впереди большой общегородской пикник «Пир на Волге». Именно эта своеобразная практическая часть форума и должна показать возможности российского гастрономического туризма сегодня. Более 50 площадок, мастер-классы и лекции, дегустация и фудкорта, также масса развлечений, без которых сложно представить полноценный отдых. Канал «360 Ярославль» подготовил суперприз для всех гостей «Пира на Волге» подъем на воздушном шаре. Огромный и красивейший шар надует к шести вечера на стадионе «Спартаковец». Каждый из вас может подняться в небо, но для этого нужно поучаствовать в викторине. Она будет проходить на стрелке на музыкальной сцене весь день. Не упустите уникальный шанс. Воздушный шар «360 Ярославль» ждет вас. Кроме того, на стрелке установят шатер «360 Ярославль», в котором гостей фестиваля ждут конкурсы и призы. Все желающие смогут попробовать себя в роли телеведущего. Приходите, будет интересно. Канадские волки и дагестанские туры коллекция млекопитающих Ярославского зоопарка пополнилась семейными дуэтами. Правда, их еще предстоит создать животным из разных точек земного шара. Четырехлетняя самка волка из Ростова на Дону. Самец прибыл из Читинского зоопарка. Ему только год. Животное медленно адаптируется. По размеру хищники больше обычных волков и отличаются черным цветом шерсти. Туры также с Кубани. У копытных царит матриархат. Самка старше самца на год устанавливает свои правила поведения. Животные стали своеобразным подарком ярославцам перед днем рождения зоопарка. Самочку мы, канадского волка, искали очень долго. Ждали ее приезда, так как у нас уже имеется в ожидании самец. Самец молодой. Привезли мы его из Читинского зоопарка два месяца назад. В настоящее время ему пять месяцев. И к зиме мы планируем соединить и сформировать пару. И через пару-тройку лет они принесут нам, мы надеемся, впервые потомство. В первом русском сегодня сбор труппы. Так называют общее собрание коллектива накануне нового театрального сезона. Волковцы обсудили события прошлого года. Было сделано немало и услышали планы. В 17-й раз сезон откроет Всероссийский фестиваль имени Федора Волкова. В Ярославль приедут знаменитые спектакли и известные актеры. Моя коллега Марина Смарагдова знает, чем запомнится грядущий сезон. Новое световое оборудование. С ним волковцы начнут новый сезон. А еще свеженькое воздушное крыльцо служебного входа. Оно обращено на Первомайский бульвар. Сезон под номером 267 стартует в сентябре. И практически сразу с фестиваля. А все лето артисты провели в поездках. У нас совершенно неповторимые замечательные гастроли были в Крым. Были гастроли на Кавказ. И были гастроли в Ригу. А сейчас готовимся к гастролям в Магадан. Через 4 дня улетаем. В этом городе не было ни одного репертуарного театра. Поэтому нас там очень ждут. Гастроли лично контролирует, опекает губернатор Магаданской области Владимир Печеный. Любимых артистов ярославцы смогут увидеть уже завтра. Волков Бенд примет участие в гастрономическом фестивале «Пир на Волге». Каждый сезон как что-то, как бы сказать, такой путь в неизвестное. И каждый сезон хочется, чтобы он был каким-то особенным. Чтобы он чем-то отличался от предыдущих и стал еще более интересным, более творческим, более любопытным, более поисковым. Одной из неожиданностей, о которых говорили сегодня, станет спектакль опера. Ставить его будет молодой режиссер Московского художественного театра. Будем делать оперу «Нищих». Это первооснова трехгрошовой оперы Брехта. Это опера, настоящая опера 18 века. Мы будем ее делать с драматическими артистами. Естественно, музыку сделаем сегодняшнюю, современную. Это будет такой большой музыкальный спектакль на сюжет трехгрошовой оперы Брехта. Но не Брехт. На старте сезона волковцы поздравили коллег с областными наградами. Знак Мельгунова за заслуги в развитии региона получили худруб Евгений Марчелли и ветеран театра Елена Сусанина. Коллеги поздравили Анастасию Светлову. Она удостоена звания заслуженной артистки. Какое счастье для меня, какая гордость, что я получила его в стенах этого театра. Волковцы полны творческих планов и вполне человеческих надежд. Дом Волкова так называют себя сотрудники и актеры на пороге нового театрального года. Марина Смарагдова, Максим Сушанов. А православные верующие сегодня отмечают преображение Господня или Яблочный Спас. Во всех храмах Ярославской митрополии прошли богослужения, естественно, с освящением плодов нового урожая. Нынешний праздник, тем не менее, не стал поводом для отдыха в Толгском женском монастыре. Обители в воскресенье исполнится 702 года. Подготовка к большой исторической дате выходит на финиш. Я и мой коллега, оператор Максим Сушанов, посетили Толгу и узнали, сколько гостей соберет обитель и какого чуда ждут сами сестры. У матушки Варвары очередной день хлопот. В обители всегда должно быть безукоризненно. А Толгин день особый. В народе его еще называют Богородичной Пасхой. В воскресенье женский монастырь примет более 5000 верующих. Большое количество православных обосновано тем, что нынешние 702 года выпадают на выходной. Каждый приходит сюда за своим чудом и, как правило, получает его. Перед Толгиным днем сестры монастыря сами ждут чуда. Только помолите, чтобы дал Господь погоду, как сегодня, сейчас. Мы молимся, чтобы Матерь Божия послала погоду. Но один год был такой. Была погода хорошая. Только кончился крестный ход и дождик пошел. Освятило, освятило нам. Мы будем надеяться. Да. Спасибо Господи. Приезжайте. Сейчас в обители 130 сестер. Дело перед праздником найдется каждый. Без праведных трудов никто не сидит. Посильную помощь монахиням оказывают и паломники. На соборной площади между Введенским и Крестовоздвиженским храмами установили помост. Воскресная праздничная литургия пройдет под открытым небом. А после богослужения состоится крестный ход в кедровую рощу, где от огня и нашла свое спасение монастырская святыня. Она была там обретена после пожара. Чудесным образом ее нашли, хотя считали, что она сгорела в огне. Но вот такое чудо произошло. И как раз в память об этом будет совершен молебен около часовни, которая как раз построена на том месте, где ее нашли. К большому числу паломников готовят и трапезную. Несмотря на то, что сейчас у верующих Успенский пост, меню обещали сделать праздничным, но с соблюдением всех православных традиций. И все же это не главное. Как говорят те, кто побывал на Толге хотя бы раз, здесь особая атмосфера, особый воздух и особые чувства. Это и заставляет вернуться в обитель еще и еще раз. Вот всяких недугов Матерь Божия слышит и все помогает. А нам после Толгской иконы всегда пишут письма. Мы все записываем. Книжечку у нас специальную есть, хранится. Все чудеса Матери Божией. Она заботится за весь ярославский народ и за весь мир. Молится. Илья Барабанов, Максим Сушанов. Время нашей постоянной рубрики «Я история. Слово автору» Сергею Муравьеву. Историю Ярославского заволжья невозможно рассматривать вне истории древнего русского города. Хотя, безусловно, есть и свои особенности, присущие только левобережью. О старых тверицах мы уже рассказывали. На очереди некогда богатая Яковлевская слобода, упоминающаяся в письменных источниках еще с начала 17 века. Так, в одном из документов 1602 года сказано, что в бывшей вочине боярина, князя Ивана Михайловича Глинского, родственника двух русских царей Ивана Грозного и Бориса Годунова, в Ярославском уезде, в Заволжском стану, центром которого является село Путятино, находится 41 деревня, 48 пустоши и Яковлевский погост с расположенными рядом Яковлевской слободой и Яковлевской слободкой. Оригинальный текст гласит, она погостя церковь Благовещения Пречистой Богородицы, да другая церковь Фиакова Апостола Древяна. А на церковной земле живут поп, дичок, панамарь, проскурница, до четыреки ленищих. Но заселение этих мест происходило намного раньше этой записи 1602 года. Известно, что сын Ярослава Мудрого владел погостами заволжскими, одним из которых могла быть и будущая Яковлевская слобода. К слову, погост в те далекие годы означал не только кладбище. Это были своеобразные центры, где после христианизации Руси строились храмы, а позднее возникали селы и целые слободы. В начале 17 века Яковлевская слобода состояла как бы из двух частей, примыкавших к древнему погосту. Слободки из 12 дворов непашенных людей и, собственно, самой слободы, которая насчитывала 45 дворов торговцев-ремесленников. Кроме священства и нищих, живших при Благовещенской церкви, здесь проживали 56 домохозяев, 2 пекаря, 2 портных, животинный пастух, 2 гончара и 3 плотника. Но самым выгодным делом слобожан являлась выделка кож и изготовление из них разных изделий, которые пользовались огромной популярностью у ярославцев. А вот земледелие местные жители практически не занимались. Заволжье вплоть до 20-го столетия представляло собой сотни гектар заболоченных земель. Именно поэтому в 1923 году на Ляпинском торфяном болоте была возведена ярославская ГРЭС, которая начала снабжать весь город электричеством и теплом. Но это уже другая история. Старые травмы дали знать о себе рыбинский триатлонист Александр Брюханков на Олимпиаде в Рео не дошел до финиша, сойдя с дистанции. По словам спортсмена, гонка для него сложилась не по плану. На плавании Александр показал хороший результат, но на велой этапе отстал от первой группы и попытки ее догнать не увенчались успехом. Выходя на бег, триатлонист почувствовал резкую боль в икре. На этом его участие в Олимпиаде закончилось. Как оказалось, спортсмен из Рыбинска получил разрыв икроножной мышцы. Впереди реклама и прогноз погоды с Натальей Ивановой. А моя часть выпуска завершена. Я, Илья Барабанов, желаю вам теплых солнечных выходных и больше все-таки приятных новостей. До свидания.